Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 сентября и вот буквально вчера, позавчера я снимала вам видео, ну такие краткие видео обзоры сортов сладкого перца и рассказывала, какие хорошо подходят для фарширования, какие не очень, какие очень крупные. И вот чтобы не быть голословной, я называла вот венти, что хорошо там, таежный, я сразу же приготовила фаршированный перец и хочу вам показать, что действительно вот такие перцы, которые имеют небольшую перчинку, они идеально подходят для фарширования, видите как они аккуратненькие, порционные. Я называла, что и винипух, и таежный, и венти, туда же входит Виктория, Ласточка, Медаль, все перцы с перчиной 100 граммовые, 70-100 грамм, подходят идеально. Вот здесь у нас, вот это у нас таежный, вот это более светлый венти, его удобно разрезать порционно, он видите как суши, его удобно, и фаршировать его удобно. Кстати, в комментарии тут же девушка сказала, что Рамира она тоже фарширует, несмотря на то, что у него такая форма, я вот вам его показывала, он такой, сейчас вот на примере бараньего рога покажу, он примерно вот такой тонкий, длинный, я думала, что его фаршировать вообще невозможно, и говорила в том видеоролике, что для фаршировки он не подходит. Оказывается, перец Рамира тоже прекрасно фаршируется. Я тут же по совету этой зрительнице нафаршировала его так же, как она конец отрезала, чтобы воздух выходил, и набивала вот как шприц туда пальцем. Очень прекрасно фаршируется, тоже вот так на порционные кусочки разрезала. К сожалению, показать не могу, съела в первую очередь, но на фото, к видео, вот этот длинный, именно Рамира зафаршированный, очень хорошо фаршируется. Большие перцы, оранжевые буки не стала фаршировать, но вот это я вам перечислила сорта, которые я всегда использую для фарширования, которые идеально подходят, у которых небольшие перчинки. Если кто-то ни разу не фаршировал перец, интересует рецепт, я делаю самый-самый простой, быстрый рецепт. Как вы уже поняли, у меня рецепты все быстрые и все простые, потому что времени у меня свободного никогда нет. Я в начинку кладу половину риса до полуготовности отварного, половина, вторая половина там мяса, пережаренная морковка, пережаренный лук. Все заливаю водой и примерно там 15-20 минут кипячу, так как рис и перец варятся быстро. Ну, конечно, готовность там сам проверяешь. Иногда добавляю зелень и перец, там всякие приправы, иногда не добавляю, это дело вкуса. Но попробуйте перец фаршировать. Фаршированный перец очень вкусный, особенно советую тем, кто только начинает заниматься огородом. Вот сейчас самая пора, перцы спелые, сочные, ароматные. Готовишь это блюдо, аромат на весь дом, даже на улице. Слышно, муж идет, когда с работы, он сразу чувствует, что я фарширую перец. Все, до свидания. Вот эти сорта с маленькими перчинками выбирайте, покупайте, только для того, чтобы их пофаршировать. Несмотря на то, что они небольшие, но вот для фаршировки идеальный вариант. Все.